Продолжение следует... А также HR-мессенджер, крупнейший на российском рынке разработчик специализированных чат-босс, ботов для массового найма специалистов. И вместе с коллегами у нас сегодня интересная тема, и звучит она «Как повысить процент оформленных сотрудников? Бесшовный путь кандидата мультибрендовой компании Inventive Retail Group». А в рамках вебинара Максим Кузнецов, HR-BP, Inventive Retail Group, поделится своим опытом и расскажет нам о проблемах, с которыми столкнулась команда подбора и их решения, особенности внедрения чат-ботов и АТС-системы, как выглядел EGM до и после автоматизации, лайфхаки и моменты, которые важно учесть. Коллеги, нас ждет насыщенный вебинар, и мы призываем вас быть активными его участниками. Свои вопросы вы можете задавать в общем чате, мы будем стараться отвечать на все из них. Если на какие-то из вопросов мы не успеваем ответить в рамках вебинара, у вас всегда есть возможность продолжить общение в чате HR-кухне в Telegram. Именно там мы выложим сегодня видеозапись и презентацию вебинара, и там можно будет задавать свои дополнительные вопросы и продолжить обсуждение по теме. В чате практически 14 тысяч участников, огромная площадь для нетворкинга. А разбираться в теме сегодняшнего вебинара нам помогут наши ведущие. Максим Кузнецов, HRBP Inventive Retail Group, Юлия Игнатова, менеджер по продукту E-Stuff, и Константин Куница, исполнительный директор HR Messenger. Коллеги, поддерживайте спикера. Напомним, это функция иконки огонька в нижней части экрана. Чем активнее вы нажимаете иконку огня, тем он сильнее разгорается, и тем самым вы можете сигнализировать ведущему о том, что тот контент, о котором идет речь, вам актуален и отзывается. Используйте эту функцию, она очень важна для спикера, который вас не видит, но может видеть вашу реакцию и вовлеченность. Поэтому зажигайте в процессе встречи огонек, это будет очень приятно для наших ведущих. Коллеги, мы сейчас будем вводить наших спикеров в прямой эфир. Пока они подключаются, давайте с вами познакомимся. Напишите, пожалуйста, в чате, из каких городов вы подключаетесь к трансляции, какие функции в компании вы представляете. Можно писать «Москва, HR-директор» или «Санкт-Петербург, HR-бизнес-партнер». Я думаю, эта информация будет полезна для ведущих, позволит сделать выступление интересным именно для вас. Коллеги, давайте знакомиться, пишите в чате «Город», вашу роль в компании. А мы начинаем наш сегодняшний вебинар и напомню тему его «Как повысить процент оформленных сотрудников? Бесшовный путь кандидата в мультибрендовую компанию Inventive Retail Group». Давайте вместе сделаем сегодняшнюю встречу дискуссионной и содержательной. Коллеги, всем привет! Видно ли? Слышно ли? Напишите. Всем привет! Плюсик там. Всем привет! Ага, слушай. Наверное, перед тем, как мы начнем нашу презентацию, хотелось бы задать такой вопрос в аудиторию. Напишите, пожалуйста, кто уже автоматизировал какие-то из процессов HR, кто находится в стадии разработки, у кого-то, может быть, уже есть готовые решения, кто-то, может быть, автоматизировал только часть процессов, например, только рекрутмент, да, либо есть какие-то решения по части адаптации. Вот, напишите, это будет нам полезно. Наверное, перед тем, как мы начнем, представлюсь. Меня зовут Максим. Расскажу сегодня о нашем кейсе, который мы реализовали в Inventive Retail Group. Комплексное решение, направленное на автоматизацию процессов рекрутмента, вот, но частично, я думаю, что мы затронем тему автоматизации и других процессов, такие как выходное интервью, адаптация. Эти модули также включены и уже на текущий момент работают у нас в компании. Наверное, перед тем, как начнем, я еще хочу передать слово нашим спикерам из HR Messenger, Кость, и... И... Да, коллеги, всем привет. Юль, ты с нами, Юля еще? Да, доброго дня. Немножко связь у нас, видимо, прерывается, поэтому всех рады видеть, с удовольствием будем отвечать на вопросы, которые будут возникать в ходе выступления Максима, ну и обязательно в завершении вебинара еще поделимся, может быть, какими-то историями, кейсами, на которые стоит обратить ваше внимание. Спасибо. Смело задавайте все ваши каверзные вопросы, даже самые наболевшие и сложные. Мы постараемся максимально на них сегодня поотвечать. Супер. Тогда предлагаю начинать. Немножко о том, кто мы. Inventive Retail Group на текущий момент – это семь брендов, которые работают в совершенно разных бизнес-моделях, это Restore, Samsung, Xiaomi, Hiker, Streetbeat, Una de Sequenta, испанский бренд ювелирных украшений и собственный бренд Меркубиков. Семь брендов, больше на текущий момент уже трех тысяч сотрудников. Мы представлены в основном в ключевых российских городах, сосредоточены в наиболее интересных локациях. И, наверное, если говорить о том, вообще с каких пор мы решили в компании автоматизировать процессы HR, то история началась, на самом деле, замного до того, как мы познакомились с коллегами из HR Messenger. Наверное, первые попытки, где-то даже успешные автоматизации были в 2020 году. Тогда подрядчиком выступала компания XOR, но вслед за изменением социально-политической ситуации коллеги ушли с российского рынка и встал вопрос о том, ну, собственно говоря, как нам быть, что делать, потому что на рынке на тот момент было не так много интересных предложений. И, наверное, забегая немножко вперед, хотя это и не будет темой нашего сегодняшнего вебинара, мы в том числе смотрели на то, чтобы провайдер в том числе предоставлял комплексные решения, чтобы это не было только направлением рекрутмента, потому что, в принципе, чат-боты уже в большом количестве представлены на различных платформах, есть всевозможные, в том числе и бесплатные конструкторы. Но нам было важно, чтобы решение действительно было комплексным и покрывало не только задачи рекрутмента. И, наверное, если говорить о ключевых предпосылках, почему в целом решили заняться историей автоматизации, конечно, ну, там, наверное, несколько лет назад было понятно, что поколенческий фактор, он, безусловно, влияет на выбор способов взаимодействия с кандидатом. Вот. Начали понимать, наверное, что в меньшей степени кандидаты готовы тратить время на телефонные звонки, вот, а с обострением, ну, социально-политической обстановки в том числе еще менее комфортными стали звонки, что, ну, там, в целом уже наводило на мысли о том, что пора использовать другие способы взаимодействия с искателями. Конечно, даже внутри наших брендов разница в трафике, ну, действительно, может быть колоссальная, то есть она совершенно разная, и если мы говорим про низкотрафиковые бренды, то, там, эта проблема менее острая, но, там, если говорить, там, про недозвоны, то, как правило, тенденция была такова, что рекрутеры, которые общались с кандидатами, они после первичного контакта уже не возвращались, да, то есть если не было взаимодействия, там, не было проведено интервью, то, как правило, это была очень большая база тех ребят, тех соискателей, которые уже выпадали в целом из воронки. Ну, и, конечно, если говорить про, наверное, такие актуальные для всех, кто занят в массовом подборе, да, срок жизни кандидата в розницу, он действительно стал очень-очень короткий, и тут, наверное, подходит фраза, кто первый встал того и тапки. Вот, если мы не взяли в работу кандидата в первые, там, несколько часов после отклика, да, то большая вероятность, что конкуренты, скорее всего, уже пригласили кандидата, и, конечно, даже если изначально лояльность к бренду, куда откликается соискатель, она была высокая, то скорость в рознице, она решает сейчас все, несмотря на то, какие изначально были потребности при выборе будущего работодателя. Ну, и, конечно, обрабатывая неподходящих кандидатов, рекрутеры растягивали сроки подбора, вот, низкая конверсия проведенных интервью в подходящих кандидатах нам говорит о том, что самые заинтересованные кандидаты могли, ну, просто, там, по стечению обстоятельств, там, не ответить на звонок, либо, там, просто по каким-то причинам им было неудобно в тот или иной момент взаимодействовать с HR-специалистом. Вот, поэтому, конечно, это влияло и на сроки подбора, и, в целом, на качество кандидатов, которые доходили непосредственно до заказчиков. Переходя к важным особенностям, тут, наверное, опять же, там, забегу немножко вперед и скажу о том, что, вот, например, у нас семь совершенно разных брендов и, конечно, очень большое количество пересекающегося трафика. То есть, как правило, там, до 30% кандидатов – это кандидаты, как там, например, в бренд Рестор, эти же кандидаты, этот же пул кандидатов, он может быть и в бренде Самсунг, и даже в мире кубиков. То есть, ну, здесь, наверное, и расположение наших магазинов внутри торгового центра влияет на это, потому что, как правило, наши магазины, они сосредоточены, ну, плюс-минус там друг рядом с другом, вот, и имеют для кандидатов, ну, тоже там, особенности расположения. И это, наверное, то, что мы в первую очередь недооценили, и это одна из причин, когда мы будем говорить о неудачах, с которыми мы столкнулись, вот, собственно говоря, при заведении чат-бота, это была одна из причин, почему с первого раза у нас ничего не получилось. Вот здесь, ну, наверное, там коллеги тоже потом расскажут у нас очень долго. Мы пытались прийти к обоюдному решению, как сделать так, чтобы этот фактор не влиял, но об этом тоже, конечно, мы сегодня проговорим. Различный индекс ХХАЙ, вот, один из факторов, который точно мы учитывали, да, при, в том числе и выборе подрядчика, потому что, конечно, возможность создавать сценарий собственноручно и держать эту историю в таком гибком формате в руках каждого HR-менеджера, это очень важный аспект. И, конечно, разные критерии отбора, например, если мы говорим про наше направление потребительской электроники, то такие бренды, как Рестор, например, да, Самсунг, это бренды, в которых более высокие требования к кандидатам на входе, в то время как для других наших брендов магазины могут стать в том числе первым местом работы. И, собственно говоря, при внедрении чат-бота мы задали себе вопрос, а какие задачи, собственно говоря, он будет решать. Конечно, первая основная задача – это автоматизировать процесс HR, но, наверное, скажу от себя, что без внедрения такой персонализированной истории, без внедрения визуального контента автоматизация, ну, она будет работать 100% хуже. Вот, поэтому если чат-боты, если функционал чат-ботов позволяет транслировать ценности компании, если функционал позволяет транслировать идею и коммуницировать с соискателем не только в виде текстовых форм, но также в виде каких-то там визуальных конструкций, это очень круто. И далее мы сформировали такой, накидали пул ключевых спотов, да, которые важно было учитывать при выборе подрядчика. Конечно, это возможность интеграции, но здесь важно, чтобы была, наверное, не сама возможность интеграции, а механика этих интеграций, потому что, опять же, у HR-мессенджера достаточно большой спектр АТС-систем, с которыми возможны двусторонние интеграции, открытые API и много возможностей по индивидуальным настройкам, которые были важны именно для нас, потому что коробочные решения, которых было очень много на этапе выбора подрядчика, на этапе тестирования каких-то на работах, они нам 100% не подходили. Конечно, это гибкость. Как ранее говорил, управление сценариями в руках HR – это суперважно. Суперважно. Поначалу, наверное, мы пытались идти в историю, чтобы в одних руках было создание сценариев, управление этими сценариями, но, как мы потом поняли, да, уже в ходе многочисленных проб и ошибок, что невозможно такое большое количество брендов отдать на откуп в одни руки, да, чтобы формировать сценарии такие, которые будут актуальны и релевантны под конкретный бренд. Ну, я уже говорил о том, что и критерии отбора, да, и воронки, они очень-очень разные. Простота и удобство интерфейса, наверное, когда мы только начинали взаимодействие с HR-мессенджером, это такая была… первое то, что нас подкупило, это насколько все было красиво отрисовано, с точки зрения интерфейсов, с точки зрения, ну, вот, простоты различных настроек, вот, и того, как, ну, можно управлять сценариями, того, как можно управлять автоматизацией чат-ботами внутри личных кабинетов. Действительно, это был, ну, наверное, такой, знаете, эмоциональный аспект, который сыграл вот на начальном этапе очень большую роль, вот, потому что было важно, чтобы человек, который приходит в компанию, рекрутер начинающий, он мог без труда разобраться в механике, также понять, как настраивать различные интеграции, как управлять ботом в своих руках, вот, и в этом плане, ну, наверное, HR-мессенджер один из самых простых в плане понимания и доступности настроек. Аналитика и дашборды для нас, наверное, было, ну, одним из ключевых таких запросов к автоматизации, чтобы потом эти данные у нас куда-то собирались для того, чтобы транслировать это бизнесу, транслировать это нашим брендам, направлениям, вот, а для этого нужно было, чтобы все это было понятно, собрано в едином месте, и также, чтобы менеджер каждого из своих направлений мог при необходимости сформировать нужный отчет, выгрузить его, проанализировать дашборд совместно с коллегами из других подразделений и, соответственно, проскроить аналитику. Вот, в этом плане тоже достаточно просто было, ну, наверное, и с точки зрения визуализации коллеги очень сильно помогли, вот, и само наполнение, оно там всегда отражало те аспекты, которые были важны нашим коллегам из других направлений. Вот, и если мы говорим про… у меня презентация поскакала куда-то. Вот, и, наверное, в том числе, что отличало коллег из HR-мессенджера, это то, что была доступна практически круглосуточная поддержка менеджера, который всегда на связи, и, ну, если возникали какие-то проблемы, на начальном этапе всегда проблем было уйма, вот, чат-боты даже идеально настроенные, там могут случаться различные технические сбои, ошибки, вот, и, конечно, своевременное реагирование, оперативное, вот, это то, что действительно подкупило. Если говорить о том, как выглядел путь кандидата в компанию до внедрения автоматизации, ну, вот как-то так, да, то есть было много работных сайтов, было много джоббордов внутри нашей компании, вот, но потом это в таком весьма хаотичном формате приходило HR-м, менеджерам направлений, вот, были, безусловно, способы автоматизировать это самостоятельно с помощью, там, Excel-таблиц, ну, и каких-то подспутных инструментов, но вот то, о чем мы говорили ранее, систематической работы с кандидатами, с пулом соискателей, такого не было. Как это выглядит сейчас? Вот, мы назвали этот слайд автоматизации «Полный контакт», и действительно, там, если говорить про путь кандидата в бренд, как это выглядит на текущий момент, у нас есть чат-бот, который разносит кандидатов в боты соответствующих брендов, да, то есть у нас семь брендов, в каждом бренде собственный сценарий по рекрутменту, которые, там, в зависимости от, даже в том числе, там, настроений соискателей, да, периода времени всегда можно перенастроить, чтобы сделать их более эффективными. И, соответственно, есть множество пользовательских статусов, которые можно настроить, но основные, конечно, это подходящие кандидаты, да, там, кандидаты, которые не прошли отбор по определенным критериям, которые, опять же, можно настроить вручную, сделать это, ну, так как важно именно вам, то есть это может быть отсев по возрасту, по критериям опыта и другим параметрам. После чего кандидаты загружаются в систему АТС, у нас это ESTAV, и дальше рекрутер уже работает через систему ESTAV. Тут, наверное, тоже немножко скажу о том, что на текущий момент, как способ сэкономить время рекрутера, это увести всю работу HR-специалиста из HeadHunter напрямую в систему АТС. То есть тут раньше, например, да, был интерфейс HeadHunter на странице, да, там было множество неразобранных откликов, и была система АТС ESTAV, с ESTAV мы тоже работаем достаточно давно, и у рекрутера, вот, ну, в плане механики, наверное, да, было постоянное переключение, там, окно HeadHunter, окно ESTAV, вот, и это, конечно, отнимало время, пока это все, ты сам вручную загрузишь, вот, потом перейдешь, добавишь комментарии, сейчас это все работает автоматически. То есть нашим рекрутерам, понятно, что там есть определенный процент, там, конверсии тех, кто проходит бота до конца и тех, кто нет, но если мы говорим про высокотрафиковые бренды, то в большей степени работа строится вот через одно окно, и это действительно экономит очень много времени для наших рекрутеров. И, конечно, есть возможность дожать кандидата, то есть в АТС, в ESTAV, можно проставить статус пользовательский недозвон, допустим, да, с которого чат-бот самостоятельно заберет кандидата, отправит ему повторную смс там, да, и уже после этого повысится, опять же, конверсия тех, кто изначально там не попадал в воронку, до кого мы не дозвонились. Вот, ну и, как я говорил раньше, какие особенности, да, и что важно учесть при внедрении чат-бота и, в принципе, там, да, система автоматизации рекрутмента. Анализ воронки бренда и разработка собственного сценария. То есть здесь очень важно понимать, вот нам было, во всяком случае, да, какой у нас, сколько у нас на входе теплых соискателей в том или ином бренде, сколько из них готовы общаться с рекрутером, да, сколько кандидатов доходит на собеседование, да, то есть кто изначально более лоялен. Потому что, ну, опять же, если мы, там, говорим про высокотрафиковые бренды, бренды, которые давно на рынке и которые обзавелись, скажем так, собственной фан-базой, да, то здесь сценарий, да, относительно критериев отбора, он может быть более длинный, более растянутый и такой наполненный, насыщенный различными вопросами, в то время как для брендов, которые, там, только начинают свой путь, да, которые, там, менее популярны среди соискателей, там достаточно ограничиться, там, двумя-тремя вопросами, то есть здесь задача больше, ну, наверное, задача, которая даже перед ботом стоит, это прорекламировать, да, утеплить кандидата и там уже назначить собеседование. Наполнение и сценарий ботов в руках HR-месса, в руках HR-специалистов, тоже об этом уже проговорили, вот, изначально был несколько другой подход, вот, который, вот, на начальном этапе не оправдал себя, вот, и в этом плане как раз-таки гибкость провайдера, она сыграла нам на руку, что каждый бренд в зависимости от стратегии, в зависимости от, там, внутрикоммуникационной политики может, там, наполнять сценарий так, как он этого захочет. Вся работа с кандидатами сосредоточена внутри HR, тут со звездочкой, конечно, это сейчас работает не во всех направлениях, не во всех брендах, как я и говорил, бренды с высоким трафиком соискателей, здесь уже вся работа ведется только в одной АТС. Ну и то, что там было важно для нас, то, с чем, наверное, тоже возникали сложности на этапе разработки проекта, это то, как загрузить карточку кандидата, развернутую карточку кандидата с опытом работы, с различными особенностями, которые важны для нас в системе АТС для того, чтобы это можно было передавать между брендами, ну и работать в едином окне. Немножко примеров, вот как сейчас выглядит карточка кандидата в ЕСТАВ, то есть здесь, ну такой прямой парсинг с HeadHunter, да, при этом есть ссылка на страницу этого соискателя, вот, и, собственно говоря, можно на любом устройстве посмотреть, как отображается кандидат в системе АТС, вот, и рекрутер не только направление, в котором работает, который ищет себе кандидата, может посмотреть карточку, ну, то есть эта история, она распределена во всех брендах. В ЕСТАВе также в АТС можно сразу посмотреть переписку с кандидатом, вот, для того, чтобы понять, насколько он подходит в тот или иной бренд, в то или иное направление, вот, для того, чтобы уже, опять же, сделать выбор, да, либо передать кандидата кандидата в другом бренде. Мы, кстати говоря, в нашем сценарии в том числе зашиваем такой вопрос, если вакансия там в нашем бренде закроется, то какие бренды ты был бы готов рассмотреть еще. Это очень важно, потому что какие-то направления действительно сейчас не добирают трафик, и возможность делиться с другими направлениями уже там частично утепленных кандидатов, это тоже очень важно. Ну и, собственно, есть функция передачи такого кандидата в другой бренд. То есть если мы понимаем, что он, например, в это направление не подходит по каким-то критериям, а в другом направлении такой кандидат мог бы быть полезен, то есть возможность всегда передачи такого соискателя. Чат-бот работает не только на конкретный бренд, он работает и на всю компанию. То есть помимо, собственно, обработки теплых откликов, мы пользуемся холодными рассылками, которые направлены, ну, в целом, наверное, на рекламу не только какого-то отдельного бренда, но и всей компании, где у кандидата есть возможность выбрать, что он хочет, да, какое у него предпочтение по бренду, работодателя. Вот. И таким образом трафиковые бренды повышают узнаваемость там менее популярных направлений, ну, либо там транслируют идею о том, что там Inventive Retail Group – это группа компаний, в которой можно развиваться в самых разных направлениях. можно выбрать альтернативный бренд, в таком случае кандидат попадает либо там на сайт соответствующего бренда, да, либо на какую-то там посадочную страницу, в которой уже дальше он как раз-таки перенаправляется на бота, который проводит превалидацию. Вот. Ну и, конечно, то, о чем мы там частично уже говорили, с помощью бота мы можем транслировать какие-то идеи, ролики, и тем самым тоже повышая как лояльность, так и, ну, в целом конверсию, потому что просто текст, наверное, он сейчас уже действительно не цепляет. То есть история с внедрением автоматизации боты, они сейчас есть действительно там у многих компаний. Вот. И очень важно, чтобы бот был наполнен контентом, который уже на входе давал бы кандидатам представление о том, в какой среде, в какой культуре ему предстоит работать. Вот. Ну и если, наверное, говорить о том, как еще изменились процессы, потому что действительно после внедрения автоматизации по части направлений работа поменялась просто кардинально. Например, если мы говорим про, там, историю с низким трафиком соискателей, да, это, там, сейчас это, как правило, Москва, в Москве действительно высокая конкуренция за персонал, и в данном случае, конечно, работа, она так или иначе проходит с вовлечением сотрудника HR, рекрутера, HR-специалиста, который уже после обработки и дополнительного утепления кандидата передает карточку респондента заказчику. Если мы говорим про направления с высоким трафиком соискателей, как правило, это регионы, где, там, конкуренция, там, менее высокая, то здесь мы уже обходимся, в принципе, там, в части направлений без участия HR-специалиста. То есть, чат-бот взял на себя эти функции, и, ну, действительно, в этих направлениях у нас уменьшились, гораздо уменьшились сроки подбора, и сами заказчики, они отмечают удобство. Конечно, это работает, там, не в 100% случаев, но мы стараемся формулировать вопросы и создавать сценарий ботов таким образом, чтобы действительно получать на них развернутые ответы. А когда ответы, ну, там, соответствуют нашим запросам, то, там, действительно, получается так, как будто бы мы все сделали правильно, и, там, в данном случае участие HR-специалиста, оно уже и не требуется. То есть, конечно, в этом плане чат-бот с возможностью интеграции, он освободил время и руки. Сейчас выглядит воронка таким образом, это в целом по компании, да, то есть, это, ну, наглядно, чтобы было видно, как изменилась воронка по отношению, там, к 2021 году. И, как мы видим, ну, такие входные цифры, они не очень-то изменились, да, то есть, нагрузка у нас по-прежнему высокая, большое количество вакансий в наше направление, и практически просмотры вакансий, они не изменились, да, ну, то есть, незначительные изменения. Но при этом мы видим, что у нас появился дополнительный этап, это тех ребят, кто прошел бота до конца, вот, и, собственно говоря, мы увидели, что практически в два раза мы снизили количество направленных кандидатов, вот, при этом количество оформленных сотрудников, конверсия оформленных сотрудников выросла на 21%. Что было важно учесть, и, ну, наверное, как мы изменили, вот, после первоначального, первоначальной итерации запуска чат-бота, что мы поменяли уже внутри. Конечно, мы добавили интерактивность чат-бота, то есть всевозможные кнопки, анимации, GIF, при этом, ну, действительно, мы постарались добавить ролики и контент, который демонстрировал бы особенности работы в каждом направлении, и это, ну, дало выхлоп, во всяком случае, в, ну, таких холодных рассылках, вот, потому что, там, действительно, сейчас при дефиците кандидатов на рынке труда очень важно вовлекать самого первого шага соискателей в компанию. Поддержка изменений, агента изменений внутри компании очень важно при внедрении любых систем автоматизации понимать, кто как со стороны заказчика, так и внутри команды будет, ну, лидировать этот процесс, вот, и классно, что в этом смысле, ну, во всяком случае, у нас, пусть и не сразу, но случилась синергия, вот, и на текущем этапе те сложности, которые были в начале, они, ну, практически не заведены к нулю, но при этом, конечно, остается очень много, наверное, таких возможностей для развития чат-ботов, да, потому что, ну, там, время не стоит на месте, и функционал, он все время, там, развивается, там, не только в рекрутменте, но и в плане, там, модулей адаптации и других направлений. Обязательно важно провести обучение для заказчиков, сформировать фокус-группы, которые будут включены в механические, технические аспекты внедрения тех или иных решений, вот, и в данном случае круто, если, там, эти изменения будут поддержаны коллегами, возможно, даже из других направлений, которые со своей стороны тоже будут работать с автоматизацией, но в нашем случае это непосредственные заказчики, которым также проводилось обучение на старте проекта, вот, ну и четвертый, наверное, один из самых важных пунктов, с первого раза может не получиться, как-то случилось у нас, причем сначала у нас не заработала ни история с рекрутментом, ни с адаптацией, вот, и, ну, вот, те ошибки, которые у нас были допущены в начале, вот, частично, я о них проговорил, но я думаю, что мы сейчас с коллегами в том числе об этом еще раз затронем и посмотрим, в каких направлениях важно делать фокусы, чтобы все, по крайней мере, ну, в большей степени работало, там, на руку вашей компании. Как результат, на текущий момент 96% теплого трафика всех брендов обрабатывается, вот, но тут история о том, что там основной канал коммуникации с соискателем – это WhatsApp, но, конечно, есть возможность отправлять SMS в сообщение кандидатам. Здесь, на самом деле, все зависит от потребностей конкретного заказчика, вот, ну, для нас, наверное, мы понимаем, что большая часть, там, нашей целевой аудитории, если мы говорим про соискатели, это молодые люди, да, средний возраст, ну, в разных брендах по-разному, опять же, в направлении потребительской электроники средний возраст сотрудников, там, 25-29 лет, вот, средний возраст в направлении детства, там, и спорт – это 22-23 года. И, конечно, формат коммуникации в мессенджерах, он для наших соискателей самый удобный. Вот, ну, и уже то, тоже, о чем мы говорили в самом начале, возможность, опять же, кастомизированной интеграции с e-став, мы на 40% сократили время работы с откликами, как я уже и говорил, в некоторых направлениях, не во всех, работа ведется преимущественно в окне одной АТС. И на текущий момент, там, ранее я затрагивал это в начале нашей встречи, у нас реализованы решения также и в модуле «Адаптация», вот, и в данном случае получается такой, ну, знаете, бесшовный путь кандидата, когда, по сути, в начале его встречают, его встречает чат-бот рекрутмента персонализированный, да, сопровождает его по пути в компанию, и дальше, по сути, в этом же окне кандидат продолжает свое знакомство с компанией, и в дальнейших модулях уже, там, этот же, в этом же самом окне мы собираем различные интересующие нас опросы, да, проводим исследования настроения кандидата в первые два-три месяца работы в компании, ну, и, опять же, настраиваем адаптацию, исходя из потребностей конкретного направления. Вот, ну, и на текущий момент аналитика, вот, по направлению рекрутмент, по направлению адаптации, она в руках у каждого бренда, то есть менеджер своего направления, он может здесь и сейчас достать аналитику по конкретной локации, по конкретному региону и посмотреть, ну, что там происходит не так, обсудить это с представителями бизнеса. Поговорим, наверное, о неудачах и, ну, какие-то лайфхаки, которые также осветят в том числе коллеги, которые в техническом плане помогали нам настроить интеграции, чтобы это все работало корректно. Если есть какие-то вопросы, можно их озвучить? Да, Максим, там я вижу один вопрос от Натальи Головиной. Может ли чат-бот заменить живое общение? Мне кажется, что можно пропустить нужного сотрудника. По дефиците на рынке труда можно пропустить хорошего кандидата с чат-ботом. Есть люди, которые не любят отвечать на анкеты, да нет, и как будто бы это все впустую. Предлагаю сначала на НТВ ответы слышать, потом я прокомментирую. Да, на самом деле, вот если говорить про автоматизацию, ведь многие же компании сейчас пытаются автоматизировать процессы внутри с помощью голосовых ботов. Как по мне, голосовое общение с ботом, оно, наверное, более утомительно, чем текстовая переписка. Ну, конечно, здесь что важно понимать? Несмотря на то, что рекрутеры работают с искателями и по части направлений, конечно, руки многих рекрутеров, они освобождаются. Мы понимаем, что, наверное, с точки зрения того, чтобы допродать компанию, чтобы подсветить какие-то особенности работы у нас, конечно, все равно живое общение, оно необходимо. Вот, поэтому мы не говорим о том, что там чат-бот, он заменяет на 100% взаимодействие с рекрутером. Вот, как я и говорил, у нас частично реализована опция, когда, особенно когда высокий сезон, особенно когда действительно внутри компании не хватает ресурсов покрывать те запросы и реагировать на ту нагрузку, которая возникает. Вот, но, наверное, скажу так, по большей части это все-таки, ну, такая работа, которая ведется согласованно. Обязательно за каждым чат-ботом должен стоять ответственный сотрудник, да, и чат-менеджер, который будет анализировать вообще, да, как отвечает соискатель внутри его направления на чат-бота, какая вообще конверсия. То есть, если мы понимаем, что конверсия низкая, да, там 20%, 30%, то, конечно, нужно менять подход, возможно, думать над тем, чтобы изменять какую-то логику построения вопросов, вот, это не панацея, вот, и, конечно, все должно быть, ну, в такой четкой взаимосвязи. То есть, есть чат-бот, который снимает часть нагрузки, есть менеджер направления, есть HR-менеджер, который своевременно реагирует на какие-то, ну, отклонения от таргетных значений конверсии, которые вы ставите перед автоматизацией, перед чат-ботом. Спасибо, Максим. Я думаю, абсолютно верно подмечено, что чат-бот это, прежде всего, инструмент. Инструмент, призванный делать специалиста по подбору эффективнее, сделать его более внимательным к тем кандидатам, которые проявили интерес, и вооружить его, дать им возможность, свой опыт, свои волшебные вопросы масштабировать не на десятку кандидатов в неделю, а сразу на сотню, а то и на тысячу. То есть, это просто инструмент масштабирования возможностей рекрутера. Если он оказывается в умелых руках, то приносит классный результат. Ну, и давайте еще не будем забывать, что сейчас мы живем в период тренда синхронной коммуникации. Я уверен всем присутствующим гораздо комфортнее получить сообщение от незнакомого номера или компании с сутью обращения, чем получить входящий голосовой звонок от бота или даже специалиста без понятной повестки. Во-первых, все заняты, многие онлайн работают сейчас. Ну, и здесь я не хочу просто трясти трендами. Это проверенная информация. 70% кандидатов выбирают переписку в чат-боте. Остальные 30% хотели бы перейти после того, как получили вводные, общаться с живым человеком, получить подтверждение, что это не мошенническая схема, а надежный проверенный работодатель, который готов сделать оффер. Ну, и здесь очень важно сочетание таких трех факторов. Первый – это профессиональный рекрутер. Второй – это человек, который правильно… И остальные два вытекают из профессионализма рекрутера. Правильно подобранный пул кандидатов, к которым мы обращаемся с релевантным запросом, где качественно простроен контент. То есть если мы берем бота, который ориентирован на привлечение IT-специалиста и высылаем его на выборку кандидатов, которые претендовали на роль, не знаю, менеджера по продажам или грузчика, результаты будут непревзойденные, да, очень даже неожиданные. И наоборот, если мы их перепутаем, то же самое. Но если мы берем пул кандидатов определенный и под них готовим правильный скрипт и запускаем, то мы можем гарантировать себе очень хорошие результаты. Вот вопрос мы на него ответили. Я бы, наверное, добавила еще немного к ответам на вопрос, что в мире сейчас важна скорость, и действительно мы с вами правильно подметили информацию о том, что кандидаты сейчас не отвечают на звонки. Они делают это по разным причинам. Первое, конечно, внутреннее, потому что всем нам не хочется сейчас в моменте отвечать на какой-то звонок, так скажем, новый, неопознанный. Ну и дополнительно, я думаю, это массовая история, что сейчас все операторы отклоняют большинство звонков как раз с незнакомых номеров, помечая их как спамовые. Поэтому по нашим наблюдениям внутренним примерно 60 плюс к 70 процентов звонков остаются неотвеченными, и кандидаты начинают уходить в переписки. И в данном случае важна еще скорость. Поэтому когда мы работаем на рынке в связке, и в данном случае это суперский кейс от Максима, и здорово, что мы сейчас вместе его обсуждаем, потому что с помощью вот таких двух простых инструментов мы быстро поймали кандидата на входе, мы быстро и правильно с помощью HR-мессенджера смогли его распределить, ну и с помощью нашей системы и став мы также смогли его грамотно перенаправить и продолжить общение с ним. Естественно, в данном случае компания смогла закрыть подбор быстрее, чем если бы это один человек мучился и закрывал все эти задачи в одном лице. То есть такой маленький комментарий. Еще вопросы? Что-то у нас сегодня тихо. Да, там вижу, вижу, вопрос. Светланы вижу, да. Да, я его, наверное, тоже, Кость, отвечу со своей стороны, вот потом, если будет что добавить. Пул кандидатов, которые не захотели общаться с чат-ботом. Это вопрос того, как у вас настроены интеграции. В нашем случае у нас бот обрабатывает всех соискателей, которые приходят на различные джоб-борды. То есть это HeadHunter, это Авито, это внутренние ресурсы нашей компании, и, конечно, часть из них, она, ну, часть ребят, они просто отказываются общаться с ботом. Например, в таких случаях, если говорить про HeadHunter, там есть различные папки, да, то есть кто пользуется, там видели, да, есть папки оценка, интервью, можно свои папки создавать. Вот, и в данном случае есть возможность отсеивать кандидатов, ну, точнее, помещать кандидатов, которые не прошли чат-боты либо отказались от взаимодействия с чат-ботом в соответствующую папку. Например, это будет папка оценка, да, на HeadHunter, либо там какая-то там кастомизированная папка. Вот, а те ребята, те соискатели, которые завершили переписку с чат-ботом, они переходят в папку интервью. И, конечно, ну вот, когда я говорил о том, что работа у нас происходит в одной АТС, как правило, это происходит в высокотрафиковых брендах, но если мы понимаем, что, например, в каком-то направлении конверсия прохождения бота у нас ниже, то рекрутеры, они в начале, условно, своего рабочего дня, они просматривают все папки. То есть, конечно, первоочередно обрабатываем тех кандидатов, которые прошли диалог с ботом, да, то есть для нас это самые заинтересованные лиды, вот, а дальше уже рекрутеры, конечно же, взаимодействуют с теми, кто там по каким-то причинам, это отнюдь не только там причины отказов, это может быть какие-то технические причины, такое тоже бывает, да, то есть технические системы, они там несовершенны, хотя, конечно, там, если настроить все верно, то баги, процент багов, он минимален. Но так или иначе, те кандидаты, которые не захотели проходить переписку с ботом, они никуда не теряются, они сохраняются в воронке, просто, ну, с ними рекрутер уже разговаривает голосом, либо, ну, происходит классическое взаимодействие. Да, Максим, добавить особо ничего, чуть позже отвечу, когда будет отвечать на следующие три вопроса. Пожалуйста, ответь на вопрос от Александра на предмет конверсии. Чем можешь поделиться? Да, по поводу конверсии, как я и говорил, она в разных направлениях у нас различная, да, например, если мы говорим про направление, там, рестор, то там конверсия может достигать 40 с лишним процентов, 50 процентов. Если мы говорим про направление, там, других наших брендов, то конверсии могут быть ниже. Но в среднем по компании это от 40 процентов. То есть это те соискатели, которые, получив сообщение от чат-бота, прошли его до конца. Вот. И, как правило, это, ну, для компании самые заинтересованные соискатели. Потому что, как в начале нашей встречи, я обозначил этот аспект, что у нас, и даже по воронке это было видно, что у нас было, рекрутеры много тратили времени на обработку неподходящих откликов, а ведь, ну, в том числе среди тех, кто не проходит бота до конца. И это можно увидеть, на самом деле, по переписке. То есть, например, в какой-то момент кандидат, ну, перестает отвечать на вопросы, утомился, конечно, ну, для рекрутера, который потом будет обрабатывать этот отклик, это уже, ну, своеобразный маркер, ну, насколько человек заинтересован в работе в компании. Конечно, не всегда. Вот. Но, там, еще раз отвечая на вопрос, на текущий момент 40-45 процентов – это средняя конверсия. Это, на самом деле, не рекордная конверсия. Я знаю, что там у ребят есть партнеры, заказчики, у которых конверсия больше, но у нас пока так. Вот. У нас много брендов, и есть свои особенности настройки и подключения чат-бота, которые, в том числе, влияют на эту конверсию. Мы это сейчас прорабатываем. Да, спасибо, Константин. Вижу, там следующий вопрос к вам. Чем отличается решение принципиально от бота Авито? Коллеги, вы удивитесь, но всем. Мы вообще не бот так-то. Вот сейчас неожиданно было, да? Мы – платформа, на которой есть инструмент создания ботов. Ну, и боты – это один из инструментов нашей платформы. Вторая часть платформы – это модуль интеграции, который обеспечивает связь как раз с коллегами из ИСТАВ, с Джомбардами и со всем остальным. Наши боты успокоят общаться в чате Авито. Отличие чат-ботов Авито в том, что они существуют только на Авито и общаются только в чате Авито. Наши боты живут во всех доступных каналах, которые популярны среди кандидатов. То есть мы можем писать первыми, это к вопросу Святослава, да. Если у вас есть база, мы тоже можем ей написать. Боты с ней пообщаются, утеплят. Максим как раз рассказывал, что в каких-то кейсах имеет смысл не работать с потоком, а проверять заинтересованность, подогревать, информировать о вакансии, рассказывать, почему привлекательно работать в компании и только потом уже делать какой-то офис. Поэтому, если вопрос требует... Похоже, немного звук пропал. Да, Костя, надо что-то сделать со звуком. Возьму немного слова в моменте, пока пропал звук. Действительно, если продолжать вопросы читать от Святослава, то все решения возможно запустить на готовую базу. Более того, очень часто сейчас на рынке и это оптимальное решение вести холодный поиск. Потому что мы все с вами оказались в моменте, когда первое – это демократическая яма, второе – это те события, которые происходят, кандидатов мало. И наиболее эффективными решениями сейчас... О, Костя, ты вернулся. Я слышу, у тебя появился звук. Мы жаждем ответа окончательного тому. Спасибо. На самом деле, очень правильно говоришь. Да, холодный поиск – это один из ключевых инструментов на рынке дефицитным кандидатам. У коллег, к счастью, бренд и много желающих к нему присоединиться и отличные условия. Но многие компании поменьше живут только на холодном поиске. И возможность работы с базой, конечно, она одна из ключевых. Здесь мы можем взаимодействовать как с коллегами из ЕСТАФ, забирая кандидатов из существующей базы и возвращаясь с результатами коммуникации. Либо настроить какую-то иную связку, которая тоже возможна. Например, связку джопборд, чатбот, аппликантрекинг-система. Ну и здесь важно, наверное, заметить, что чатботы, сколько бы мы про них ни говорили, это всего лишь инструмент. Инструмент требует правильного использования. И коллеги в лице Максима очень классно используют этот инструмент. И, наверное, у нас же цель обсудить еще немножко неудачи и лайфхаки. Я эту историю начну с того, что нам казалось, что проект запустится за пару недель. И, наверное, это главный внутренний факап с точки зрения реализации проекта, потому что в процессе мы стали понимать, что процессов внутри гораздо больше, и они настолько отличаются, и столько моментов нужно мелких учесть, чтобы обеспечить вот эту классную работающую интеграцию и не перемешивать коллегам базу, и не создавать каких-то дублей, и не перепутать кандидатов, и сократить потери в воронке, и тех, кто отказался от одного бренда, предложить в другой и так далее. Вот эти все моменты процессные на старте нам казались значительно проще. Из-за этого потребовалось больше времени с точки зрения прорисовки целевой интеграции и подключения, создания и так далее. Но этого бы не случилось, если бы у нас не было, с одной стороны, классного, вовлеченного, понимающего конечный результат заказчика и партнера в лице ИСТАВ, который давал возможность технологическую, инженерную, качественную с точки зрения подключения обеспечить те запросы клиента, которые были. И здесь, наверное, большая благодарность и действительно эталонный кейс с точки зрения проработки того, как хотят видеть процесс коллеги. Максим, мне кажется, тут, наверное, важно, что ты сказал. Ну, чтобы там, знаете, ни у кого не сложилось такого понимания, что там все прошло гладко, чат-боты, это круто, давайте все сразу применять. У нас на каком-то этапе, ну, вообще было желание всю эту историю прекратить, сказать, что нет, все, у нас ничего не получается, все идет куда-то вообще абсолютно не в ту сторону. И, ну, я уверен, что, ну, там, то, что в итоге, в конечном счете, получилось у нас, это как раз, ну, благодаря, наверное, тому, что в том числе и коллеги из HR Messenger, они, ну, развивают свой продукт, в том числе и за счет нас. Да, то есть у нас действительно был уникальный кейс. Изначально-то, ну, наверное, не знаю, там, Костя, если я ошибаюсь, можешь там скорректировать, но было понимание у коллег, что там мы, грубо говоря, там одна компания, да, есть уже много решений, да, которые аналогичным образом принимались, но когда мы начали взаимодействие, то оказалось, что у нас как будто бы не одна компания, как будто бы много разных компаний внутри одной, вот, и здесь важно было, ну, опять же, где-то там идти друг навстречу другу, да, конечно, там, коллеги из HR Messenger делали этого больше, да, больше шли навстречу, вот, но действительно, то есть не получилось сделать все так, чтобы можно было, там, повесить, наверное, в рамку, сказав, что там все случилось там с самого начала идеально. Да нет, даже сейчас, ну, мы понимаем, что это полезный инструмент, это классно, вот, но и Костя знает, да, и ребята, с которыми мы работаем в HR Messenger, что еще много предстоит, ну, и у нас задач внутри, которые, конечно же, безусловно, будут помогать, ну, там, этому продукту развиваться дальше. Да, на самом деле здесь вопрос такой, невозможно построить качественные партнерские отношения без шагов навстречу, да, и очень важно здесь, наверное, для аудитории в большей степени понять целевую картинку и как можно больше на старте говорить не об ожидаемых результатах в формате конверсии и так далее, а о том, какой процесс есть сейчас и какой процесс целевой хочется видеть, да, потому что иногда эффективность, деньги, результаты, они кроются не в конечных конверсиях, а в том, как организован процесс, насколько он эффективен, насколько мы не допускаем потери, насколько мы внимательны к кандидатам, как качественно мы прорабатываем скрипты, кто за ними смотрит, как организована интеграция, нужно ли пойти к коллегам в Apple Contracting систему и сказать, ребят, нам нужно навстречу сделать вот такую штуку, чтобы у нас ни одна буква из переписки с кандидатом нигде не потерялась, чтобы мы могли на основе этого принимать какие-то решения. Очень важно продумать сквозную аналитику, чтобы увидеть на верхнем уровне, вот как Максим сегодня показывал, огромное количество кандидатов на верхнем уровне воронки и совсем небольшое с точки зрения абсолютных значений в найме, да, но какой путь должны проделать эти люди все? Ну, во-первых, нужно обработать огромное количество данных для того, чтобы прийти к какому-то пониманию, во-вторых, это же всегда деньги, всегда люди, всегда ресурсы, которыми нужно качественно управлять, принимать решения, думать немножко вперед, и я к чему эту всю тираду завел? Давайте внимательно смотреть на текущие процессы, подчеркивать их неэффективность, если вы ее видите, оценивать их текущую стоимость, чтобы понимать, как новый инструмент, будь то чат-бот или внедрение CRM, как они решают поставленные перед вами задачи. Часто, как говорят дьявол в деталях, многие вещи, как, например, у нас в кейсе с коллегами, вскрылись, когда мы уже надеялись на следующей неделе запуститься, а потом мы выясняем, что, блин, а вот это так не пойдет, так этот процесс работать не должен, здесь нужно обязательно сделать перемычку и ввести вообще в другой бренд и так далее. И крайне важно, чтобы эти детали обсуждались до того, как мы с вами пошли и закоммитились перед бизнесом, что уже, не знаю, 15 декабря будет потрясающий результат в виде возвращенных 30% кандидатов в воронку, а это значит, что мы к концу года нагоним план по найму новых людей. Вот. Не спешитесь, не спешите, результат обязательно будет. Главное, чтобы мы с вами осознанно, четко понимали, каким он должен быть и на что мы влияем, и какие результаты хотим получить. На самом деле время... Кость, тут вопросов скопилось, можно на них тоже поотвечать. Да. Да, пока Кость читает вопросы, подскажу, что, коллеги, на самом деле временной показатель, он важен. Но если мы на рынке не предпринимаем усилий и не двигаемся в сторону современных решений, то ничего и не произойдет. Поэтому не нужно бояться, нужно смело идти в новое и сокращать время для работы наших кадровых специалистов, а они сейчас, я думаю, очень ключевую роль играют, фактически становятся советниками нашими. Безусловно. Я отвечу на вопрос, наверное, Кость Дарьи, по поводу процента оформленных до и после автоматизации. Да, это было на слайде. У нас, сравнивая с 2021 годом, когда для того, чтобы оформить 490, условно, 500 человек, нам требовалось порядка 9 тысяч кандидатов направить с заказчиком. После автоматизации у нас для того, чтобы оформить, ну, условно, конечно, немножко темпы найма снизились, но для того, чтобы оформить там условно 300 человек, нам затребовалось там 4 тысячи, 4 тысячи 600 направленных соискателей. То есть на 21% у нас увеличился процент оформленных сотрудников сотрудников от направленных заказчикам кандидатов. То есть вот, и это как раз, ну, в основном благодаря тому, что заказчикам уже, ну, приходят более целевые кандидаты, вот, и сами сроки подбора, они у нас гораздо снизились сейчас. В целом по компании. Да, это прям. Вот, по поводу переписки с чат-ботом, вопрос от Яны. Разные каналы, это и WhatsApp, это и SMS, это и Telegram, это и, соответственно, веб-чат. Вот, собственно, в нашем случае, когда, вот, собственно, Костя уже поднимал тему, почему нам решение с WhatsApp, именно вот для того, чтобы вести переписку с кандидатом, оно нам не зашло. То есть у нас не получилось. У нас семь различных брендов, вот, и получалось так, что если, допустим, у нас, ну, как там на слайде мы отображали, до 30% пересекающегося трафика, это значит, что там один сотрудник, один кандидат может откликнуться в несколько разных направлений. И получается так, ну, чисто технически, что ему практически одновременно приходят три сообщения от чат-бота. «Привет, добро пожаловать в бренд Restore», «Привет, добро пожаловать в бренд Xiaomi», «Привет», ну, и так далее. И переписки, они просто перебивались. И зачастую кандидат просто не понимал, на что он отвечает. То есть на вопросы, от какого бренда он в данный момент отвечает. И технически потом мы не могли идентифицировать эти переписки и направить в соответствующий бренд. Поэтому, ну, и, собственно, мы приняли решение уводить кандидатов из WhatsApp в отдельный веб-чат. Ну, грубо говоря, что у каждого бренда появляется своя индивидуальная ссылка, по которой кандидат может без труда пройти интервью с ботом. Да. Ну, а если говорить о доступных каналах, то доступны они все. WhatsApp позволяет писать без подтверждения, обращаться сразу в личку к кандидату. Это особенно актуально для коллег, которые занимаются холодным поиском. То есть мы можем на выборку из нескольких сотен кандидатов написать «Привет, есть такая вакансия, готов, не готов, интересно, не интересно». И убить холодные звонки, которые много времени и ресурсов обнимают у рекрутеров обычно. Ну, и остальные каналы, Максим о них здорово рассказал, они доступны, когда мы работаем с большим входящим трафиком. К сожалению, Telegram к нашему общему, к сожалению, не позволяет писать первыми, иначе бы у нас был хороший альтернативный канал, чтобы обратиться к еще большей аудитории. Но мы, со своей стороны, постоянно работаем над тем, чтобы все доступные популярные каналы коммуникаций были доступны для использования через нашу систему. Буквально сейчас находимся в процессе пилотирования интеграции с VK Messenger для того, чтобы этот канал тоже сделать доступным для наших клиентов. Максим, придем, отдельно расскажем. Так, относительно сроков подбора на массовке. Ну, у нас, в принципе, чат-бот интегрирован в основном с массовыми позициями. Вот, какие были, какие стали. Ну, приведу на примере бренда Samsung. Было 26, стало 19. Не совсем понимаю, как технически реализован исходящий трафик. При объеме исходящих сообщений полторы тысячи обычный WhatsApp заблокируется в течение суток. Но здесь, наверное, Костя ответит. Мы работаем с бизнес-апи WhatsApp, то есть мы используем бизнес-каналы, которые позволяют делать рассылки без ограничений. Это все управляется, администрируется на нашей стороне, но фактически мы можем делать, чтобы у вас было понимание, только за текущий месяц мы уже пообщались более чем с четырьмя сотнями тысяч кандидатов. На дворе только 14 число. Так, Лариса спрашивает, что будет, если внутренние инструменты Авито, ассистенты и HR-боты, когда мы подключаем интеграцию с Авито, автоматом отключаются ассистенты, HR-боты Авито. Они между собой не конфликтуют. Там проставляется в системе галочка, и дальше коммуникация идет внутри. Вернее, наш бот общается внутри чата Авито и реализует тот сценарий, который вы в него заложили. На начальном этапе подключения интеграции действительно они между собой иногда конфликтовали. Был даже забавный случай, когда чат-бот Авито с нашим чат-ботом на протяжении нескольких часов общались друг с другом. В итоге это спровоцировало инцидент на стороне технической команды Авито, и его пришлось экстренно решать. Но, к счастью, никто из ботов не пострадал, кандидаты тоже, поэтому все было хорошо. Зато у нас есть отличный случай для рассказа. Да, расскажи, Витя. Да нет, я как раз про твой вот этот вот кейс, его было очень интересно слышать, поэтому, как говорится, любые маленькие сложности становятся в свое время историей, которой можно поделиться. Коллеги, еще вопросы, может быть, есть? Задавайте нам любые, не обязательно по теме. Пока мы все здесь собрались, есть возможность обсудить все, что вас волнует. Да, в вопросах звучал вопрос в сторону Ястава от Ольги Томиной. Обратите внимание по поводу класса защищенности. Наша система, она может размещаться в инфраструктуре заказчика, как было и в данном кейсе, о котором мы сегодня рассказываем. Ну и здесь, как я уже ответила, соответственно, у заказчика есть возможность определить самостоятельно требуемый набор мер по защищенности. Супер. Ну, мы в целом работаем в рамках ФСС-152, бережем данные кандидатов и заказчиков, поэтому вопросов таких нет. Сколько времени заняла реализация проекта и сколько человек на стороне заказчика было задействовано? Максим, расскажи. Да, давай расскажу, Кость. Мы начали в мае, и такая пристрелочная итерация у нас была до июля месяца. В июне мы поняли, что мы пошли совсем не туда, я уже частично об этом рассказал, что мы поняли, что тот формат взаимодействия с соискателем через WhatsApp бизнес-канал, он для нас не совсем удобен, просто потому что технически мы не понимаем, куда въестав на какую вакансию сажать соискателя, если он откликался в разные бренды. Мы достаточно долго думали над тем, как можно этот процесс изменить. В июле мы уже стартовали, планово в середине, ну, то есть полтора месяца. Полтора месяца мы освоили блок рекрутмента, блок рекрутмента полтора месяца, вот, и выходные интервью. У нас чат-бот реализован также в выходных интервью, вот, ну, пусть это там, Кость, не тема нашей встречи, но тоже об этом, наверное, стоит чуть-чуть там упомянуть. Вот, и также есть модуль адаптации, который, наверное, был вот с точки зрения, ну, реализации технически не самым сложным, вот, а самым сложным в плане контента, наполнения, и мы его несколько раз переделывали. И запустили только уже конечный вариант в октябре. Вот, а рекрутмент реализовали с учетом наших особенностей, но, наверное, я так скажу, действительно, там, вот, общаясь с менеджером продукта, да, с персональным, в том числе, мы понимали, что такого кейса, как у нас, нет, поэтому вполне вероятно, что уже, там, будучи внудренными опытом, да, подключения, интеграции с другими заказчиками, там, где, ну, условно, есть там, один бренд, одно какое-то направление, ну, в единственном числе, да, там, они как у нас семь разных направлений, они с абсолютно разной структурой, то, конечно, это может быть быстрее намного. Абсолютно. Ну, и здесь еще важно, опять же, вернуться к правильной постановке задания, немножко больше понимать детали, и это вопрос в этом случае даже не к вам, а к провайдеру, задать больше вопросов, больше моментов и рисков, подсветить и заложить больше времени на старт. Понятно, что всегда, когда оцениваются сроки, берется среднестатистический кейс, и если взять среднестатистический кейс для нас, то мы готовы реализовать его, там, за одну рабочую неделю, и интеграция будет подключена. Вообще, у нас с коллегами интеграция подключается даже не за день, а за час, поэтому эта история, там, очень быстрая. Дальше, большая часть недели займет обучение пользователей и подготовка качественного контента для того, чтобы бот общался на человеческом языке. Но если возникает ситуация, когда внутри, там, например, вы что-то делали внутри CRM-системы под себя, как-то ее настраивали иначе, создавали какие-то условия, то есть структура процесса нетиповая, или возникает большое пересечение по трафику, как в ситуации у Максима, тогда мы должны чуть больше времени заложить на анализ этого процесса. Фактически для нас решением было изменение подхода, да, то есть вместо того, чтобы пушить кандидатов, как мы привыкли в WhatsApp, мы создали удобную инфраструктуру для посадки этих кандидатов, перераспределению, дальше уже диалогу, вовлечению и потом передачи целевых кандидатов рекрутерам. Наш процесс был ориентирован на то, чтобы догнать, проинформировать, вовлечь, заинтересовать, причем часто это холодная база или там недозвоны, и этот кейс на потоке теплых релевантных кандидатов не очень хорошо ложился. Но здесь еще Максим сегодня своим кейсом рассказывает не только о том, как организовать работу и сэкономить время и правильно увязать имеющиеся решения, но еще и показывает, как решить проблему с недозвонами, потому что многие крупные бренды приходят к нам с целью борьбы с недозвонами, которые образовались из откликов. То есть мы помним, чуть раньше мы говорили, что кандидатам не всегда удобно разговаривать по телефону, многие игнорируют звонки и так далее, и даже теплый отклик часто превращается в недозвон. А там есть конкретные внутри KPI, стандарты, SLA, три попытки с интервалом там несколько минут и в недозвон. Так вот, наш с коллегами кейс иллюстрирует, что от них в принципе можно избавиться, как от класса. Ну то есть если они раньше занимали там, пускай среднестатистически 60% от общей воронки, то теперь эта доля существенно недже. Здесь Максим меня поправь, если я что-то упустил, но наблюдая за кейсами других наших клиентов и партнеров, я понимаю, что мы часто делаем двойную работу. То есть сначала люди пытаются дозвониться, связаться, проработать, а потом бота запускают на категорию недозвонов. Очень большая часть воронки, из которой мы среднестатистически возвращаем там 12-15, в отдельных случаях 30% заинтересованных кандидатов обратно в процесс. Вопрос от Яны. Производится ли рассылка из базы в ЕСТАВ? Если да, то тогда ответы кандидатов сохраняются в карточках, или как это происходит? Здесь, ну, опять же, вопрос того, как настроена интеграция, ну, конечно, то есть если в ЕСТАВ мы имеем пул кандидатов, их можно загрузить, их можно либо вручную загрузить в базу ЕСТАВ, либо создать переменную, да, с которой кандидаты будут автоматически забираться из ЕСТАВ, передаваться в систему чат-бота, и дальше обратно возвращаться в ЕСТАВ уже с подкрепленными карточками, где, ну, соответствующие пункты из резюме, из переписки будут подкреплены во вложении к, собственно, кандидату. Да, добавлю со своей стороны, что в этом и суть, чтобы человек на месте уже видел результат коммуникации, которая существовала, поэтому эта информация может быть отображена. Да, для нас в целом история взаимодействия с нашей системой на уровне интерфейсов, она менее целевая, чем оставить специалиста по подбору в привычной для него среде ЕСТАВ или другой CRM-системы, для того, чтобы он работал в одной рабочей зоне, а бот выступает в роли такого небольшого фонового инструмента, который позволяет те части коммуникации, которые, возможно, отрабатывать автоматически. Обработка откликов, недозвонов, запись на собеседование, оценка качества собеседования, дальше прибординг, онбординг. Я думаю, мы не будем все карты рассказать с отдельным кейсом, потом мы все придем и расскажем про онбординг. Какие результаты получим, пока еще промилуточные, я думаю, есть, но в кейс еще пока рано выходим. Ну и дальше история с различного рода опросами и так далее. Задача наша – помочь разгрузить, мы даже миссию для себя сформулировали, спасти чат вселенной агентин. То есть от пустых звонков, от пустых имейлов, копирования вставки сообщений и так далее. И все это невозможно без качественной платформы, которая есть внутри команды, внутри у коллег это ЕСТАВ, чтобы обеспечить все эти связки, чтобы наша система узнавала о том, что человек сейчас, это новый отклик, или это кандидат, который должен выйти завтра уже в офис, или человек, который уволился и так далее. Всю эту информацию мы должны получать из какой-то корс системы и дальше вести с кандидатом или с сотрудником диалог, помогая закрыть те зоны, до которых людям некогда дотянуться. Это отнимает очень много времени и стоит гораздо дороже, чем делать автоматически. Да, Максим, там к тебе вопрос по сезонности. С нашей стороны у нас она в осень обычно идет, я вижу, по пользователям. А я не знаю, Дарья, в каком сегменте вы работаете. У нас сейчас, например, теплый трафик на нуле, и поэтому как раз таки, но сейчас понятно, что бот обрабатывает ту оставшуюся теплую базу, которая есть, но в остальном сейчас мы используем холодные рассылки как раз с помощью бота для того, чтобы утеплять базу. По поводу того, позволяет ли на постоянной основе быстро закрывать вакансии, не учитывая время года. Ну, наверное, скажу, что, во-первых, с учетом того, что с HR Messenger это наш первый такой высокий сезон продаж в рознице и низкий сезон потока кандидатов, но все равно есть зависимость от сезонности, поэтому бот здесь не решит всех проблем. он поможет снять ту нагрузку, которая есть в период высокого потока кандидатов и поможет быстрее и эффективнее утеплять кандидатов, когда это необходимо. По поводу результатов, как мы отработали высокий сезон, высокий сезон в рознице и низкий сезон с точки зрения трафика соискателей, пока сказать не могу, это вот наш первый такой совместный Новый год. Здесь, как и к любому процессу и к любому инструменту, очень важно правильное целевое назначение. Копать можно лопатой, копать можно вилами, можно копать ложкой. Результаты будут разные всегда, но при этом очень важно, кто копает и для чего. Поэтому смотрите всегда на процессы необходимости как раз через призму подобных аналогий, потому что тогда получится очень четко поставить задачи и понять, на что мы хотим влиять. Сезонность, она в рекрутменте специфическая очень, для каждого бизнеса своя, однако если смотреть на точный спад активности, он ожидается как раз в ближайшее время. Поэтому всем желаю хорошо подготовиться к началу Нового года и к высокому сезону, который вот-вот начнется с МК на празднике, ну и за это время оптимизировать процессы, чтобы они отвечали требованиям рынка. Еще вопросы, может быть, коллеги? Дарья, спасибо. Ну тогда, если вопросов нет, я предлагаю нам, коллеги, заканчивать. Мы достаточно долго, боюсь, что дальше будет информация хуже у вас. Да, на самом деле, было очень приятно встретиться сегодня. Если у кого-то из присутствующих есть вопросы, приходите к нам напрямую. Мы оставим контакты в чате. Будем готовы помочь. Обращайтесь. Спасибо большое, коллеги. Максим, потрясающий спикер, очень ценные инсайты. Сегодня еще отдельно посмотрю с ребятами, потому что действительно кейс нетривиальный у нас получился. Юль, тоже большое спасибо за поддержку и качественное взаимодействие. Очень рады быть партнерами. Ребят, всем хорошего завершения недели. Я бы еще, Костя, там тоже от себя сказал, что если кто-то в ближайшее время думает над тем, как выстроить автоматизацию в их компании, тоже в индивидуальном порядке можем пообщаться. Расскажу, наверное, про наши самые глобальные боли, которых, повторюсь, было очень много, но которые мы совместно преодолели. Чтобы, насколько это возможно, обезопасить ваши кейсы от подобных недоработок. Говорит старт дан, поэтому смело присоединяйтесь, используйте все современные тенденции, которые есть, и результат обязательно будет. Спасибо, коллеги. Пока-пока. Уважаемые коллеги, мы присоединяемся к благодарности нашим ведущим за содержательный и полезный вебинар. И надеемся, что для всех слушателей тема сегодняшнего вебинара оказалась полезной, и что вы уходите с него, с новыми идеями и инсайтами. Коллеги, хотим напомнить, что видеозаписи, презентации встречи будут доступны уже сегодня в чате HR Кухни в Telegram. Сейчас на экране вы можете отсканировать QR-код и присоединиться к основному чату HR Кухни в Telegram. Именно там мы уже сегодня выложим видеозаписи, презентацию вебинара, и там же можно будет задавать свои дополнительные вопросы и продолжить обсуждение подъема. В чате практически 14 тысяч участников, огромная площадь для нетворкинга. Коллеги, на сегодня это все. Вам хорошего продолжения дня и до встречи на следующих вебинарах проекта HR Кухни и вебинарах с коллегами из компании Inventive Retail Group, eStuff, а также HR Messenger.